Рынок США в очередной раз предлагает инвесторам начать глубокую нисходящую коррекцию. Это становится особенно актуально с учетом приближения заседания Федрезерва, которое состоится на следующей неделе. Возможно, поэтому на закрытии биржи в пятницу упали все главные индексы. А экономисты банковского холдинга Morgan Stanley считают, что экономика США прошла пик максимально быстрого роста этой весной. Далее, как прогнозируют аналитики, экономика штатов также продолжит уверенный рост, но его темп замедлится. Верны ли эти предположения, рынок сможет узнать уже в последние дни июля. В это время выйдет первый отчет по ВВП США за второй квартал. Ну а пока мы проведем для вас более детальный анализ американского рынка. Негативную реакцию общества вызвало заявление Джанет Йеллен, министра финансов США, о том, что за счет предварительного торгового соглашения между США и Китаем разрешить долговременные противоречия между этими двумя странами не удалось. Поэтому в конечном счете оно только навредило американским потребителям. На этом фоне инвесторы делают ставку на защитные активы. В этой связи доходности долгосрочных трежерис сегодня тестируют новые минимумы, а американские индексы в ходе предстоящей торговой сессии могут оставаться под давлением. И действительно, индекс S&P500 демонстрирует активное снижение, и текущие котировки на уровне 4325 пунктов не выглядят низкими. Вероятно, торги будут проходить у диапазона от 4 280 до 4330 пунктов до завтрашнего дня. А вот доллар США снова вышел на максимальный уровень с апреля месяца и готов к новой волне роста на ожидании ужесточения политики ФРС уже на следующей неделе. Сейчас у инвесторов действительно нет аппетита к риску, так как ситуация очень неопределенная. Исходя из этого, индекс доллара может уже завтра преодолеть психологическую отметку в 93 пункта. Параллельно с этим валютная пара USDCAD уже на открытии недели показала новые максимумы. И, кажется, снова готовы показать сильный рост. Курс доллара относительно канадца поднялся до отметки 1.2650 и будет в ближайшее время держаться в районе значения от 1.2580 до 1.2750. Мы знаем, что канадский доллар ослабляется на двух факторах – снижение нефти и общее укрепление доллара США. Поэтому вполне допустимо, что пара уже в ближайшие дни может вырасти даже до отметки 1.2850. А вот у криптовалюты биткоин наступает худшая неделя за последние месяцы. Весь за 7 дней цена на главную криптовалюту снизилась почти на 10%. И на данный момент все еще преобладают низкие объемы торгов этими активами. А это указывает, что в краткосрочной перспективе стоимость биткоин вряд ли начнет повышаться. С технической точки зрения уровень цены в 30 тысяч является важной психологической отметкой. И преодолеть его будет непросто. Вероятнее всего цена не снизится до 29 тысяч, а продолжит колебаться еще некоторое время в пределах от 30 до 31 тысяч с половиной долларов. Итак, мы видим, что начало недели очень спокойное, так как все еще нет важных рыночных новостей. Однако уже сейчас на рынке США возможно продолжение коррекции после заседания ФРС на прошлой неделе. Но вместе с тем аналитики не исключают и новый заход на максимумы. Возможно, в этом случае спекулянты попробуют продать от максимумов в расчете на резкое падение рынка в связи с заседанием Федрезерва. На этом у нас сегодня все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся завтра.